В этот очередной матч Локомотив уступает Сочи 0-4, как и во всех предыдущих матчах есть один ключевой момент, который может развернуть игру для Локомотива, но Локомотив играет безобразнейшим образом, причем играет безобразнейшим образом в течение двух минут у ворот соперника и у своих ворот, и вместо того, чтобы стало 1-1 с более-менее постоянными накатывающимися атаками на ворота Сочи, мы эти 0-1 превращаем в 0-2. После этого Локомотив в очередной раз бросает играть в футбол, как это было с Уралом, как это было сегодня, как это было в предыдущих матчах. Локомотив просто перестает играть в футбол после того, как что-то пошло не так. Не забили, пропустили, все, да к черту этот матч, мы пойдем домой. После этого Сочи забивает третий, Сочи забивает четвертый, защиты нету, Сарвейли постоянно убегает 1-1. Все это мы уже с вами видели, например, в матче с Краснодаром было то же самое и счет даже крупнее, чем в матче с Краснодаром. Так, я сейчас себе выключу телевизор, а то меня Пименов немножечко сбивает. Грустно это наблюдать и из раза в раз это все повторяется. Сегодня много вопросов к стартовому составу. В очередной раз выпускают Мардешвили правым полузащитником. Отвратительнейший матч Мардешвили. В очередной раз оказывается, что Мардешвили не крайний полузащитник и сделать с этой позиции ничего не может. Год мы наблюдаем попытки засунуть Мардешвили куда-то в атаку на край. Год это не приносит никаких дивидендов. Год Мардешвили один из худших всегда на поле, когда он играет либо крайнего защитника правого, либо где-то полузащитник правый, левый. Ничего это не приносит. Зато когда он играет в центре поля, Мардешвили в целом один из, ну, не то чтобы лучших, но ноль претензий к нему обычно бывает. В общем и целом нормально себя показывает. Но нет, все равно будем пытаться засунуть его куда-нибудь на фланг, ведь у нас же нету игроков. В очередной раз могу только сказать о том, что я не понимаю, почему мы уперлись в Худюкова в воротах. Да, это перспективный парень, да, молодой, да, надежда наша. Но 17-летний парень в воротах – это всегда ощущение грядущего привоза. Сегодня при счете 1-0 Худюков допускает ошибку, ударит мяч сопернику. С этой ошибки нам забивают и с 0-2 уже локомотив не отыграется. Почему это делается? Зачем это делается? Я не понимаю. Почему нельзя было купить нормального вратаря, если вы не доверяете Гильерме? Зачем вы продлевали контракт с Гильерме, если вы собираетесь использовать Худюкова? Ноль ответов на эти вопросы. Не верю я в Худюкова. Прямо здесь сейчас, по крайней мере, когда ему исполнится, там, не знаю, 20 лет, 25 лет. Окей, давайте посмотрим. Пускай набьет шишек, пускай поиграет в соревнованиях пониже уровнем, с поменьшим уровнем ответственности. Но в локомотиве, ну, сколько можно? К сожалению, к сожалению, локомотив опускается все ниже в турнирной таблице. Зона вылета уже совсем недалеко. После 11 матчей, по-моему, у нас 11 очков или около того. Это, конечно, очень мало. Выгребаться из этой ямы будет очень тяжело. Появились слухи о том, что... Ну, или не слухи, не знаю, к моменту, когда выйдет это видео на Ютубе. О том, что Карп, Иван Карпов, человек, который имеет прямой доступ к плутнику, к телу плутника и получает инсайды непосредственно оттуда. 9 очков. Окей, 9 очков. Две победы, три ничьих, 9 очков. Слухи о том, что все, надоело смотреть на Цорна, надоело смотреть на Ценбауэра и всех их отправляют в отставку. Абсолютно логичное решение. Я ожидал это решение все-таки зимой. Я думал, что сейчас не будут менять Цорна. А если не будут менять Цорна, то, соответственно, не будут менять Ценбауэра. Но, окей, я прекрасно понимаю мотивацию этого решения. Я прекрасно понимаю, что локомотив загнался в какую-то яму. Причем большая часть этой ямы – это решение, принятое Цорном как единоличным человеком, который возглавляет спортивный блок. Интересно, если эти слухи окажутся правдой, кто возглавит спортивный блок и в какую сторону будет продолжать двигаться локомотив. Я очень надеюсь, что вот этот вот вектор на молодых парней сохранится. Но при этом молодым парням нужен нормальный тренер. Человек, который наладит тренировочный процесс. Что смотреть на то, как выходит локомотив и не может отдать пас на 4 метра, ну, лично меня уже очень задолбало. Ты смотришь на Сочи, ты видишь людей, которые могут отдать классную передачу, классную закидушку на угол штрафной, на Нобо, который раз за разом разрезает оборону, на Нобо, который может пробить с левой ноги в левую девятку. И потом смотришь на игроков локомотива, которые ведут мяч коленями, которые с 3 метров бьют по штанге, которые не могут реализовать выход 1 на 1. И от этого очень грустно, потому что примерно любая команда сейчас техничнее и с большим процентом успешности выполняет технические приемы. локомотив разом, ну, точнее не разом, а постепенно вот с тренировочным процессом этих замечательных людей все меньше и меньше похож на футбольную команду, все больше похож на команду легкоатлетов. И те ребята, даже которыми мы более-менее так радовались, восхищались, и они тоже деградируют до общего уровня. А это связано, ну, это может объясняться только одним. Отвратительным, тренировочным процессом, который не то что не развивает футболистов, он их убивает. Все футболисты, включая уже Карпукаса, на которого я молился поначалу, они уже просто играют как игроки из 2-го дивизиона, из ЛФЛ, из ЛФК, точно не игроки российской премьер-лиги. При том, что, ну, игроки сами по себе хорошие. И неожиданно на каком-нибудь озарении могут сделать какую-нибудь классную вещь. Но потом момент с тем, как Живоглядов выходит один на один, бьет в штангу, мяч отскакивает к Педринью, и Педринью не попадает просто, точнее, да, не может переправить мяч в абсолютно пустые ворота, находясь в двух метрах от них, бьет в штангу. Как, почему, ну, вот нет у меня ответов на этот вопрос, кроме как то, что люди, которые отвечают за тренировочный процесс, делают какую-то хрень. Я много раз предлагал, я стою на этой точке зрения, особенно сейчас, когда нужно экстренным образом нанимать какого-то тренера. Я хочу, чтобы это был Максим Юрьевич Мишаткин, человек, который должен получить лицензию ПРО. С этим проблем нету. Я надеюсь, что это не будут сбитые летчики типа Черевченко, типа Юрана, срок действия которых всегда ограничен, мы прекрасно это знаем. Я хочу, чтобы это был Мишаткин, человек, который знает всех молодых футболистов, всех российских футболистов, так или иначе с ними пересекался в молодежке, в Академии, Локомотиве или ЦСКА. Человек, который может поставить игру, и вчера там Локомотив разнес Ростов 3-1, Ростов шикарная команда, лидер нашей группы, и Локомотив спокойно, совершенно переиграл Ростов по делу, по игре. И там у футболистов эти самые элементы простейшие получаются, хотя футболисты явно ниже уровнем, чем те, что играют в Локомотиве. Но здесь вот мы видим то, что видим. Интересные времена предстоят. Опять же, я верю Карпу, я верю в то, что отправятся в отставку Цорнсен, Бауэр, Дэвидс и все остальные, кто причастен к этому. Не знаю, может быть, там не знакомы. Сашу Марта оставят, может быть, Хэмерли оставят. Людей, которые не непосредственно отвечают за подготовку команды к игре. Я очень надеюсь, что Локомотив назначит нормальный тренерский штаб. Не вот эти вот, давайте мы возьмем кого-нибудь Иошкой, поставим ему в помощники Ласькова-Пашинина, там Хапов чем-нибудь будет заниматься, и, ну, дай бог, что-нибудь попрет. Я надеюсь, что это будет нормальный тренерский штаб, как это должно быть в нормальной футбольной команде, а не эти лускуты, которые мы собирали в последнее время. Сейчас с Локомотиву осталось не так много матчей. Ну, как много, но три из них в кубке, пять или шесть в чемпионате. Нужно максимально постараться добыть очки. Нужно, как минимум, в кубке точно выходить с одного из первых двух мест. Нужно обязательно обыгрывать Химки в ближайшее. В среду, по-моему, когда у них там матч следующий. Нужно цеплять очки с Торпеда. Обыгрывать Торпеда, да, не просто цеплять очки. Цеплять очки, соответственно, с ЦСКА, с Динамо. Ну, и надеяться на то, что весенняя часть пройдет для Локомотива лучше. Она традиционно для Локомотива всегда проходит лучше, чем осенняя. И, ну, очевидно, в этом сезоне уже мы ни за что не боремся. Так как бы в нашем чемпионате особо бороться-то и не за что. Ну, и надеяться на следующий год, на то, что молодые ребятки еще подрастут, что Локомотив найдет свою игру. Ну, а пока все это очень плохо. Пока каждый из игроков Локомотива деградировал. Каждый из тренеров, которые были у Локомотива, не смог поставить какую-то внятную игру, системную игру с тем, чтобы, по крайней мере, мы не привозили себе голы раз за разом. Очевидно совершенно обреченность в глазах Локомотива после того, как они понимают, что, там, не знаю, после второго гола, что все, уже не отыграться. И вместо того, чтобы довести матч, там, не знаю, попробовать отыграться с 2-0, они до 0-4, 0-3 доигрывают. Такой Локомотив видеть не хочется. Посмотрим, что будет. Ожидаю интересные времена в ближайшее время. Продолжение следует...